МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. QR-коды, опустевшие отделы, фудкорты и кинотеатры. Как Барнаул открыл новую страницу пандемии? Сезон гололедицы открыт. Рассказываем, как правильно падать. Катастрофически не хватает еды. Кошкам и собакам новоалтайского приюта срочно требуется помощь. И сначала к самой актуальной теме последних дней. В барнаульских торговых центрах с выходных действует система QR-кодов. На входе теперь необходимо предоставить документы о вакцинации или код переболевшего. По итогу первых дней торговые залы и фудкорты опустили, а многих людей без QR-кода охрана не пускала даже за продуктами. Подробности у Валентины Аскеровой. Дочка приехала за 150 километров, чтобы купить мне обувь землю на улице ходной. Я вот хожу в башмаках. Она пошла, а я что, как она будет мерить? У нее 41, у меня 39. Медицинская справка о противопоказаниях, QR-код вакцинированного, переболевшего и паспорт. Уже третий день посетить торговый центр можно лишь по такому бумажному этикету. Новые правила порадовали далеко не всех горожан. У меня аллергия, мне нельзя прививаться. А медицинская справка мне не выдавали? Там, знаете, какое-то столпотворение. Я пойду и там заражусь. Наверное, скорее всего, это более целесообразно, нежели просто введение масок. Может быть, это подтолкнет людей к тому, чтобы... Ну, ввести более осознанный образ жизни. В аптеку в магазин продуктовый можно? В ленту можно? Почему? Почему нельзя? Торговый центр запрещен. В смысле? А как в продуктовый магазин-то зайти? В смысле? Моркод показывает и сертификат показывает. Это субботнее видео. В первый день ограничений. Уже на следующий воскресенье указ губернатора охрана читала внимательнее. Людей начали пропускать за продуктами. Пройти в продовольственный магазин, который находится в торговом центре, можно беспрепятственно. Никаких QR-кодов не нужно, но если вдруг вы захотели пройти в торговый центр, то должны предоставить QR-код и паспорт. Я не считаю, пожалуйста. Да я уже сдавала. Как мне на эскалатор попасть на второй этаж? Там меня парень вернул сюда. Мне покажите и пройдите туда. Идиот. Что я? Государство. Издеваются над людьми, как хотят. Кстати, в Бийске горожане устроили пикет не против вакцинации, а против QR-кодов. Участники мероприятия собирали подписи за отмену ограничений свободы передвижения. Против выступают и некоторые общественники. Это способ привлечь молодежь, напугать ветеранов, поскольку они не понимают, что такое QR-код. Поэтому они как бы вот это. Я считаю, что QR-код – это некая просто пропагандистская находка пиарщиков, которые хотят привлечь к прививкам. С другой стороны, просто убедить людей вакцинироваться и тем самым хотя бы частично защитить себя и окружающих у медиков не получилось. Коллективный иммунитет по-прежнему не выработан, а цифры по заболевшим бьют рекорды. К примеру, сегодня зафиксировано 478 новых случаев заражения. Это решение подтолкнет тех, кто до сих пор не нашел время сходить поставить вакцину. Ведь на самом деле у нас достаточно большое количество тех, кто готов, хочет, но либо нет времени, либо ленивая неохота. К слову, судя по пустым торговым центрам и очередям на вакцинацию, разобщить людей и побудить их привиться получилось. Однако бизнесмены уже подсчитывают ущерб от нововведения. Подкорд пустой, у людей мало, кто именно здесь кушает. Собой забирают, хорошо. На доставку также заказы остались, а именно здесь мало. А между тем в сети появились другие предприниматели, предлагающие интересную услугу. Вакцинированные горожане предлагают сходить по своему QR-коду в торговые центры закупиться всем необходимым. Всего-то за 500 рублей. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Так вот об эффекте мотивации. После введения QR-кодов очереди на вакцинацию вновь стали расти. Сейчас в сутки препарат ставят 6000 человек, а люди снимают видео, как несколько часов стоят в очередях. Анастасия Дороган побывала в нескольких пунктах и удивительно, но спустя несколько месяцев после начала массовой вакцинации встретила много новичков на процедуры. Штиль сменился наплывом желающих поставить вакцину от ковида. Переполненный геомаркет писали в соцсетях в конце октября. Желающих привиться или получить заветный пропуск стало много. В Барнауле открыли дополнительные пункты. Забавно, но факт. Пройти в торговый центр «Весна» без QR-кодов могут те, кто направляется за прививкой. Две вакцины у нас двухкомпонентные. Это гам-ковид-вак спутник ВИ и эпивак-корона. И спутник ЛАЙТ. Однокомпонентная вакцина показана для пациента, перенесшей новую коронавирусную инфекцию и для ревакцинации. В очереди больше молодежи. Предпочтение также дают спутнику. А почему спутник? Ну, там рандомный выбор или специально выбирали? Ну, все бьет, поэтому. А в пункте диагностического центра сейчас популярна ЛАЙТ-версия. Для сравнения, за три месяца работы здесь поставили 1187 вакцин спутника ЛАЙТ. В то же время первичные дозы гам-ковид-вак – 2500, вторичные – почти 2000. 2 августа у нас в день проходило где-то 25-30, ну, до 40 человек. В сентябре не было увеличения числа пациентов, даже было снижение. И в августе, и в октябре уже начался ажиотажный спрос. На мой выбор повлияло то, что у меня жена беременна, из-за этого то, что не пропускают никуда. Ну, многие знакомые болели тяжело, поэтому решили сами. Летом мы были на изоляции, самоизоляции в саду, поэтому. А сейчас время пришло, надо. Возможно, от того, что вирус протекает быстрее и тяжелее, по указу губернатора, дополнительные выплаты теперь положены и вне красных зон. Тот, кто осматривает человека перед прививкой двухкомпонентным препаратом, получит 55 рублей за пациента, однокомпонентным – 110. По той же схеме поддержку окажут медсестрам, которые ставят прививку, и тем, кто вносит данный человек в реестр. Ну, риск есть. Как бы мы думаем, что, конечно, идут условно здоровые люди, хотя мы понимаем, никто у нас не застрахован. Человек перед вами идет новый. Нужно узнать его анамнез, нужно быть внимательным. Ты подписываешься под человеком за какие-то возможные последствия. Сейчас возникают вопросы, нужно ли прививаться повторно через полгода, если сертификат действует год. Ответ – эпидемиолога. Система выстраивается, поэтому пока нужно. Я сама повторно прививалась. У меня пришел в госуслуг точно такой же сертификат. Он действителен в течение года. Пока сегодня это разные вещи. Как будем прививаться и сколько действителен сертификат. Удивительно, но все, с кем мы сегодня пообщались, ставят вакцину впервые. И уверены, что до этого коронавирусом не болели. Почему так долго шли? Вам честно ответить? Ну, давайте честно. Ну, на работе заставили. На работе? Да. А вы сами как относитесь к этому? Я уже настолько устала от этого всего, поэтому мне же все равно. Пусть уже поставят и не будет проблем. Сколько продлится эта волна желающих, сказать сложно, но прямая зависимость от ограничений с QR-кодами прослеживается. Роспотребнадзор заявляет, в Барнауле уровень коллективного иммунитета составляет почти 70%. До положенных 80 рукой подать. Но сколько среди сертификатов подлинных документов, вот это вопрос. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин, День с толком. А сотрудники Роспотребнадзора тоже продолжают свои рейды, проверяя, как соблюдаются в крае и его столице масочный режим и другие антиковидные меры. В эти выходные специалисты выписали штрафы на сотни тысяч рублей. Под прицелом оказались магазины, рестораны, торговые центры. Проверки начались в ночь на 31 октября. Рейды проходили в трех районах города – Центральном, Ленинском и Октябрьском. Как итог, выписано 9 штрафов. Два из них получили бар и ресторан. Им сулит наказание до 300 тысяч рублей или даже приостановление деятельности. Штраф получила одна из популярных служб доставки, где сотрудники забыли надеть на лица маски. Но хуже всего дела обстояли в некоторых магазинах. Не везде Роспотребнадзор обнаружил разметку на полу, рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие средства. Подводя черту, можно сказать, что меры чаще всего соблюдаются. Об этом говорят цифры. 9 штрафов было выписано после проверки почти 60 заведений. К другим темам. Чуть больше года осталось до того момента, как мусорный полигон в Барнауле будет окончательно завален отходами. По данным Росприрнадзора, это произойдет уже к 2023 году. Но в регионе по-прежнему нет ясности, что будет дальше. Общественники, ученые, представители прокуратуры, ОНФ и не только собрались накануне за круглым столом, чтобы обсудить проблему, которая так или иначе скоро коснется каждого из нас. Барнаульский полигон, 32 гектара, вместимость 750 тысяч тонн. И это место, которое уже более 40 лет захлебывается в мусоре. Сюда привозят отходы не только потребление, но и производство. Кстати, только по Барнаульской зоне выходит около 280 тысяч тонн мусора в год. По данным Росприрнадзора, остаточная вместимость городского полигона будет исчерпана уже к 2023 году. Но и до этого момента к его легитимности есть вопросы. Нахождение полигона на территории города противоречит федеральному закону об отходах производства и потребления. Помимо этого, полигон находится в 6-й при аэродромной зоне 6 километров от контрольной точки аэродрома вместо 15 километров. Контролирующими органами неоднократно поднимался вопрос о ликвидации полигона в связи с фактором скопления птиц. Времени на подумать остается все меньше. В регионе говорят о необходимости искать участки под новый полигон. Но это не решит проблему с отходами, которые продолжают сегодня отравлять почву и воду. Очевидно, необходимо создание экотехнопарка. Он мог бы появиться в Первомайском районе. Современный комплекс с новыми технологиями, которые соответствуют всем экологическим требованиям. В этом году инвестор провел все необходимые изыскательные работы. Мы получили положительное заключение всех комитетов. Начиная от комитета по физической культуре и заканчивая архитектурой и памятниками. Что касается походов к населению, объяснение этой ситуации, никаких препятствий здесь нет. Мы готовы идти, мы готовы показывать. Значит, наша команда живет полностью в Первомайском районе. Все эти вопросы мы готовы идти рассматривать, если в этом будет интересно. Бесспорно, это далеко не последний круглый стол по вопросам отходов в регионе. Ведь ситуация мусорного пузыря, который вот-вот лопнет, сложилась не только на Барнаульском, но и на других полигонах края. И это уже должно беспокоить не только различные ведомства или инвесторов, но и самих жителей региона. Ирина Корчегина, Вадим Быстревский, День с толком. А мы решили узнать мнение барнаульцев. Готовы ли они сами сортировать мусор? Нужен ли края мусороперерабатывающий завод? Большинство опрошенных уверены, от простых полигонов пора уходить. И тем более барнаульцы не хотят видеть их в черте города. Скажите, пожалуйста, вы сортируете мусор? Нет. А почему? Привык с детства. Не, вообще, раньше жил на квартире, у нас там рядом с домом были баки разделенные, там и дифференцировали мусор. А сейчас нет, в принципе, как и весь наш район. Сортирую мусор, только мне интересно, кроме меня, там вот дальше-то его куда девают? Или все потом в одну кучу? А как именно вы сортируете мусор? Бумагу отдельно, пищевые отходы у меня отдельно, потому что я в частном доме живу. Металлические вот эти всякие тоже сдаем, мы все сдаем, все у меня отходов нет. У меня около подъездов есть баки специальные только для бутылок, но я ими пользуюсь по возможности, а больше возможностей город мне не предоставляет. А есть вообще представление о том, куда вот эти бутылки, которые вы скидываете в бак пластиковые, куда они потом уходят? Если честно, не имею понятия. Не хватает информации, не хватает, ну, буквально самой сортировки мусора, потому что у нас нет каких-либо раздельных баков. У меня много по мусору вопросов. А почему у нас раньше в советские времена принимали стеклянную тару, а сейчас не принимают? А стекло разлагается даже, по-моему, дольше, чем пластик. Везде валяется. У меня вот родственница весной пошла, подскользнулась, упала и на разбитую бутылку порезала сухожилие. Вы слышали о том, что в Барнауле переполненный полигон? Слышала. Ну, перенести-то его все равно придется, придется. Но это же не выход. В одном месте сделали, в другом месте. Я думаю, рациональная переработка, то бишь построение мусороперерабатывающих заводов, это единственный вменяемый выход для избавления от таких гигантских куч, потому что вонь там гигантская. А как вы относитесь к строительству мусороперерабатывающего завода, если бы в Барнауле, в Алтайском крае такой бы появился? Только положительно. Было бы поменьше мусора на полигоне. А перерабатывать действительно надо. А посмотрите возле мусорных баков, сколько дерева. Ну, этих же можно как-то брикеты, либо что-то делать с ними. А если бы в Барнауле было больше условий для сортировки мусора, была бы создана специальная инфраструктура, да? Как вы думаете, вот вы бы больше сортировали? То есть это уже были бы не только бутылки, да? Конечно. А надо вообще-то нас приучать к этому. Я считаю, что обязательно надо. Иначе мы скоро просто, собственно, в мусоре потонем. В Алтайском крае из-за сильного ветра и снега на ближайшие дни объявили штормовое предупреждение. Чтобы избежать последствий погодных катаклизмов на дорогах, в Барнауле заранее подготовили снегоуборочную технику. Об этом сообщили в мэрии. В автопарке Краевой столицы почти 250 таких машин. Часть из них готова выйти на дороги в случае ухудшения погоды. Также началась обработка дорожного покрытия песочно-соляной смесью. По словам синоптиков, потепление барнаульцам ждать не стоит. Уже на этой неделе ожидаются 20-ти градусные морозы. Резкое похолодание вызвало ажиотаж на смену летней резины. В барнаульских шиномонтажках очередь не все вовремя подготовились к первому гололеду. На сегодняшний день ситуация на дорогах стабильная, но сотрудники ГИБДД призывают как можно быстрее переобуться и сменить манеру вождения, чтобы повысить безопасность. Снижение скорости на дороге, увеличение дистанции, отказа от каких-то резких маневров. Все то, что нам позволит усилить контроль за управлением транспортным средством, что позволит нам предотвратить дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего мы сохраним жизни людей. А вообще можно сказать, что сезон сломанных рук и ног открыт. Сегодня утром из-за перемены погоды тротуары покрылись ледяной коркой. К слову, пока, по словам медиков, потери минимальны. Благодаря школьным каникулам и праздничным выходным многие провели первый почти зимний день дома. Так сегодня выглядело приемное отделение травмпункта. Врачи больницы скорой медицинской помощи приняли около 15 пациентов, хотя обычно эта цифра ровно в два раза больше. Согласно статистике, количество обращений в гололедные дни увеличивается в геометрической прогрессии. При падении характер травм разнообразен. В топе вывихи плечевых суставов, переломы лодыжек и многочисленные ушибы растяжения. Избежать всего этого, конечно, можно. Отказ от высокого каблука и спешки значительно вас убережет. Ну и еще пара советов от специалиста. Если падение идет вперед, то лучше руки выставить. Если назад, попробовать сгруппироваться телом в область плечевого сустава, чтобы минимально повредить копчик и голову. Сезон падения открыт до сегодняшнего дня. Завтра, да, я думаю, что будет еще больше людей. Помогите кошкам и собакам не умереть с голода. С таким призывом к неравнодушным обратились представители приюта «Территория спасения». Собаки и кошки, которые здесь живут, нуждаются не только в заботливых хозяевах, но и в питании. Средств на корм катастрофически не хватает, задолженности продолжают расти. Выход из ситуации есть, но он неутешительный. Анара Шагирова продолжит. Нам домой, домой, скажи, хочется. Она очень, прям, она добрая. Оставляли на произвол судьбы даже таких, породистых и верных. В приюте «Территория спасения» сегодня больше 120 собак и кошек. Когда-то содержатели отлавливали их на улицах, находили брошенными на свалках, а иногда в последний момент забирали из жестоких рук человека. Они отовсюду. Из Тальменки, из Барнаула, из Первомайского района, с деревень. В общем, у нас огромная территория, скажем так. Слепых, без задних лап и внешне неприметных таких забирают в последнюю очередь. Если вообще забирают. Чуть больше иногда везет щенкам. Сейчас у территории спасения большие проблемы с кормом. Поскольку приют частный, все заботы о животных, в том числе и финансовые, на плечах владельцев. У нас нет никаких там грандов, у нас нет дотации от государства, у нас нет никакой совершенно помощи. Нам помогают только люди, кто добровольно, скажем так, жертвуют. В рассрочку. Я беру корма, мы кормим собак, задолженность копится. Когда-то там свои средства, безусловно, вкладываем, когда-то люди помогают. Но, тем не менее, в данный момент задолженность на сегодняшний день около 80 тысяч. Буквально на прошлой неделе долг составлял больше 150 тысяч рублей. Погасить часть помогли добрые люди. Но в таком темпе, уверяют владельцы приюта, выход есть только один. Лезть в немалые кредиты, ведь животные нуждаются и в питании, и в новых будках, и вольерах. Будь организация на попечении государства, казалось бы, все было бы проще. Однако и барнаульский приют «Ласк» едва сводит концы с концами. 116 рублей оплачивается. Причем это не корм, это включая все содержание. Включая и вольер, и, не знаю, там, освещение, коммунальные платежи, вывоз мусора, обладу воды и так далее. По факту, средства, которые заложены у нас в краевом бюджете, они катастрофически занижены. Но у территории спасения нет возможности претендовать и на эти средства. А вопрос об официальном статусе городской общественной организации, по словам Камневой, превратился в долгие обсуждения с местной администрацией и пока никаких результатов не дал. А потому и остается уповать на помощь добрых людей. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. На выходных баскетбольный клуб «Барнаул» принимал гостей из Краснодарского края. ЦОП «Локомотив Кубань» приехал в столицу края в рамках Суперлиги-1. Артем Гусельников расскажет, всех ли желающих пустили на матч и чем он завершился. Пускать болельщиков на спортивные арены только с QR-кодами начнут с 15 ноября. Но руководство баскетбольного клуба «Барнаул» решило не дожидаться назначенной даты и провести своего рода показательный вход. Попасть на субботний матч можно было лишь доказав охране наличия прививки или недавно перенесенного ковида. Но несмотря на определенные ограничения, зрители пришли поддержать команду. Правда, если обычно в зале «Аншлаг», на этот раз из разрешенных 330 было почти в два раза меньше. Ну а теперь к самому матчу. В отсутствии главного тренера он приболел. Барнаульцы начали игру неуверенно. Первая четверть осталась за гостями со счетом 11-21. Но уже во второй наши спортсмены почти сравняли очки. Половина матча окончилась со счетом 37-38. Мы дали им разыграться, они почувствовали игру. Потом чуть-чуть поменяли. Тренерский штаб поменял немножко тактику на игру. Мы стали больше меняться. Не давали им уже делать такие легкие броски, забивать легких мячей из-под кольца. Изменение тактики действительно сказалось на качестве игры. Гостям не давали возможности оторваться по очкам. Но при этом и активного лидерства барнаульской команды не было. Вторая половина матча завершилась при счете 71-71. Старались играть разнообразно. Что-то через пост, что-то через открытые трех очковы броски, что-то через каты. Но не все получилось тоже нападение. И одно из самых главных – это борьба на счете. Мы ее проиграли. Однако в добавленные пять минут команда будто собралась силами и не оставила гостям шанса на победу. Итог овертайма 83-73 в пользу БК «Барнаул». Теперь наших баскетболистов ждет ответный выездной матч в Москве в рамках 1-8 Кубка России. Там барнаулцы встретятся с командой МБА. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза компании «Валар». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова